Прокуроры проверят обоснованность сбора средств с родителей на нужды школ. Надзорное ведомство просит саратовцев сообщать о фактах поборов в общеобразовательных учреждениях, таких как вступительный взнос или приобретение концтоваров. Между тем, депутаты Госдумы предлагают методы борьбы с незаконными денежными сборами. Подробнее об инициативах народных избранников в обзорном материале программы. Данные о сборах денег с родителей теперь появятся на официальных сайтах образовательных учреждений. Такое требование к школам выдвинули в правительстве России. Администрация учреждения теперь обязана публиковать на сайте стоимость дополнительных занятий, секций и продленки. По мнению чиновников, эта мера позволит родителям сравнивать цены в разных школах, а также выявлять случаи, где стоимость образовательных услуг явно завышена. До 65 лет увеличат пенсионный возраст государственным служащим. Эту инициативу одобрила Комиссия по законопроектной деятельности правительства России. Теперь, чтобы получить пенсию по выслуге лет, госслужащему нужно проработать не 15, как было ранее, а 20 лет. Увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Ежегодно оно будет увеличиваться на полгода. Запретят скупать государственные земельные участки. Речь идет об иностранных компаниях, поставной капитал которых более чем на 10% принадлежит организациям, не зарегистрированным на территории России. Такие поправки в земельный кодекс подготовили депутаты Госдумы. Народные избранники уверены, иностранные компании работают не в интересах российского государства. Кроме того, офшорный бизнес провоцирует развитие коррупции. Также законопроект предусматривает возможность возвращения уже проданных земель, если фирма использует участки не по назначению, либо когда нарушаются градостроительные нормы.